Когда уйдём И вновь назад, и вновь ему с утра Встречай, учи, и снова расставайся Когда уйдём со школы на дворе Встречай, учи, и снова расставайся Великая, вечная и чуточку с грустинкой профессия учителя 30 лет, почти 30 лет отдал ей наш сегодняшний герой Николай Николаевич Идатчиков Николай Николаевич не только на работе в окружении учителей и учеников Но и дома всю сознательную жизнь почти Его окружали учителя, жена, две дочки и тётушка Сегодня в самом начале нового учебного года Мы в гостях у династии Учительской Здравствуйте! Здравствуйте! Будем знакомиться В селе Тургужан Ужурского района В родительском доме Николай Николаевич Идатчиков, учитель истории, принимает гостей За столом его мама Евдокия Васильевна, отец Михаил Фёдорович и старшая дочь Ирина Она преподает русский язык и литературу в Крутоярской школе, это тоже в Ужурском районе Лариса Иосифовна, жена нашего героя и тоже учитель истории по образованию Вместе с младшей дочерью Людмилой, студенткой Красноярского педагогического университета, сегодня в отъезде Николай Николаевич, помните у Сент-Экзюпери, на мой взгляд, великие слова Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только еще лучше Мне кажется, что сельские учителя, в отличие от городских, работают больше И мне кажется, вынуждены работать гораздо лучше, чем городские учителя Или я не права? Я не знаю про городского учителя, но я ему не завидую Дело в том, что все-таки нам в селе работать легче Да, во-первых, мы друг друга все знаем А когда друг друга знаешь и живешь в одном месте, как-то боишься друг друга подвести, может быть, вот эта вещь Мне кажется, в городе настолько учитель, ну столько там много учащихся И всех их видеть, за всеми ими следить, ну как-то вот, или найти, даже наладить контакт, очень трудно И классы большие, и школы перегружены У нас все-таки это гораздо проще Гораздо проще, и в этом смысле, может быть, и учителю работать гораздо легче Ну, работать надо, надо нарабатывать сначала это все Определять правила игры, и на это придется потратить много сил Но зато потом, потом уже будешь пожинать эти плоды, потому что у тебя будут учиться дети твоих учеников Вот как у вас, да? Да, и потом о тебе ходит определенная слава, определенная, так сказать, уже твой имидж, репутация, и он уже работает на тебя А вот то, что сельский учитель, он своеобразный профессионал широкого профиля, или вынужден быть таковым, это сегодня случается? Мне, слава богу, повезло, я в основном занимаюсь по специальности, так получилось, нагрузка большая, в принципе, хватает Ситуация похожая, в принципе, потому что, в принципе, нагрузка у меня большая, поэтому дополнительными предметами, к счастью, не нагружают То есть я правильно понимаю, что вам повезло? Да Вам повезло в вашей школе, в вашей школе, у вас комплект учителей У вас хватает учителей английского языка, учителей французского языка, психологов и так далее и тому подобное Наверное, я погорячился, это я про себя сказал, а в школе, конечно, ситуация, другая ситуация Потому что, как бы, нагрузка, мало учеников, мало учеников, мало нагрузки Вот, например, географ, у него по определению не может быть ставки А значит, ставки нет, значит, и нет учителя по географии Да, то есть учитель-то, он вроде бы с образованием есть, но ему надо нагружать, догружать Ну, дают, например, классы коррекции вести, ту же географию, а может быть и русский язык Вот у нас сейчас не стало учителя английского языка Значит, учителя физкультуры не будет Не стоим ли мы перед дилеммой? Или действительно не хватает априори профильных учителей в сельской школе Или в педуниверситетах, в том числе в Красноярском Надо по-особому учить учителей для села Ну, в принципе, есть такая вальдорфская школа, там учитель с самого начала и до конца практически учеников ведет по всем предметам Но сегодняшний мир очень сложный и насколько он будет профессионален, то есть не будет ли верхоглядства это Поэтому все-таки профессионалы должны работать в школе, мне так кажется Вот, ну, а широкого профиля? Не знаю, я бы нет, скорее всего Если для начальной школы, да Николай Николаевич, ну ведь мы действительно стоим перед дилеммой Или закрывать вот эти самые маленькие школы сельские Или придумывать некий механизм обучения Такой, чтобы все-таки дети в конкурентной борьбе с городскими, сельские дети Не проигрывали Тут проигрывали, не проигрывали Я не знаю, у нас есть ребята, которые достойно выступали на олимпиадах Причем в крае, я знаю, в Ачинске были региональные И они выглядели достаточно неплохо Такие случаи бывают То есть человек старается, работает, самообразованием занимается Сегодня это возможно, интернет в школе есть В общем-то, иногда и семьи себе позволяют это делать Вот Школы закрываются независимо от того, есть ученики или нет Я не знаю почему, но вот у нас, например, закрыта школа в Чернозерске Закрыта школа в Белопольске Закрыта школа в Ельничной Закрыта школа в Старой Кузурбе Это буквально вот вокруг И ребятишек возят Да, и это очень плохо Потому что маленький ребенок, в холод особенно Я бы все-таки сделал так, чтобы школа шла к ученикам прежде всего Особенно к маленьким ученикам Как бы это ни стоило Закрытие школ не единственная проблема на селе Молодежь не хочет ехать в деревне Да и вакансий там практически нет Учителя с большим стажем не уходят на пенсию Ведь прожить на такие деньги, не работая, невозможно После того, как не стало официального распределения А местные власти не всегда могут предоставить молодым специалистам жилье Приток свежих сил почти иссяк Для решения этих проблем в крае действует программа «Учитель» 99 человек уже получили средства на обустройство Подписав договор с Министерством образования края Проблема нехватки предметников Красноярский педагогический начал решать еще 15 лет назад Давая дополнительную специальность своим выпускникам Например, русский язык, литература плюс английский язык История и право Мы обратились к министру, мы обратились к председателю правительства Путину С просьбой бакалавриат для педагогического образования Сделать не 4 года, а 5 лет Для того, чтобы уже официально закрепить вторую специальность И впервые мы в этом году 90% наших абитуриентов, уже теперь наших студентов дорогих набрали на двойную специальность Преподавание в сельских школах отличается от того же процесса в городских Возможностью больше общаться с учениками Можно жить по соседству, заглянуть, что-то обсудить В классе учеников немного, а значит, каждому можно уделить время Практически индивидуальное образование И, конечно, сельскую школу нельзя представить без опытных учителей, фанатов своего дела Кстати, среди выпускников педагогического много основателей династий и супружеских пар Наш герой Николай Николаевич Идатчиков с женой Ларисой Иосифовной в их числе Она особая семья, я бы отметил, что и мои выпускники, и Николай, и Лариса Это люди, то еще формации несколько другой эпохи Которая надо, значит, надо То есть несколько идеологий, служение отечеству, служение народу Вот она у них осталась Сельский учитель больше, чем учитель Это и наставник, и друг, и представитель сельской интеллигенции И пример для подражания, как и должно быть в идеале Евдокия Васильевна, а можно я все-таки к вам, как к эксперту обращусь? Вы никогда учителем не были? Нет К счастью, да? Нет Но при этом, но при этом, двух детей вырастили и с учителями имели контакты Вот скажите, пожалуйста, сельская школа, в которой учились ваши дети? Николай Николаевич, а раньше Коленька Коленька Вот, и младшая доченька Как вы, как мама уже взрослых детей, но которая помнит это обучение, как вы оцениваете сельскую школу? Как мне кажется, хорошо, всем учителям довольны Дети учились хорошо, мне хорошо У нас физики не было только в то время Поэтому вы стали гуманитариями, и вы, и сестра А может, вас как бы не родился, вернее, умер не родившись великий физик? Во мне умер военный, я вообще хотел стать военным всю свою жизнь Я и в педагогический институт поступил, чтобы быть военным, в общем-то Да, вы что? Да Парадокс, Маконенко, поподробнее Поподробнее? Да Ну, вот такой я Значит, я собирался быть разведчиком Работать в комитете государственной безопасности Ну, а туда надо было иметь высшее образование, школу Вернее, армию Вот, сходил, сказали, у вас высшего образования нет, идите Ну, история мне ближе всего Ну, и дальше, а дальше, в общем, как-то с этим все это Не, 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 я думаю, что долго рассказывать В общем, разведчиком я не стал, учителем стал Но у меня был замечательный наставник Это Александр Иосифович Третьяков Он был воевал, он был участником парада победы То есть, вот И вот он мне сказал, ты будешь учителем Вот, когда я выпускался из школы, он мне сказал Ты будешь учителем Ну, я, конечно, по юношески посмеялся Да, ну, никогда Ну, вот Чистенько вспоминаю теперь Евдокия Васильевна, а вы никогда не пожалели о том, что сын стал учителем? Нет Ну, как он это? Он выбрал себе профессию, по которой хотел, значит Николай Николаевич Идатчиков – учитель высшей категории Заслуженный учитель Российской Федерации Его отличает постоянный поиск новых идей и разнообразие методов обучения Готовит учеников-исследователей Участвует в грантовых программах и выигрывает Например, за последние несколько лет Три гранта на сумму 200 тысяч рублей Николай Николаевич организует и спонсирует многие школьные интеллектуальные конкурсы Одержал победу в федеральном и краевом конкурсах «Лучший учитель» Нужно учителю все-таки заниматься больше Вообще нужно жить профессиональным своим заработком Не коровами, не гусями, ничем А вот как-то искать, да, если тебя учили на учителя, а вот и зарабатывай А вот вам, как маме, а потом и свекрови В связи с учительским трудом Ну, прямо скажем, не имеющим ограниченных рамок Когда и тетрадки дома, и родители встречаются, и с детьми приходится дополнительно заниматься Не приходилось вам хозяйственную работу, семейную, бытовую, брать на себя? Они сами все делали Они сами все, нет И они даже вот, говорила Коля, ну привези мне внучат Вот Ирочку уже это Он говорит, ты меня ростила, кому отдавала? Нет И я нет, отдыхай Вот это его слово Он привезет, вот на, или приеду, поиграй, посмотрела, увидела все А так нет, отдыхай, мама, ты так устала Говорят, что учителя профессиональные воспитатели И точно так же, видимо, профессионально воспитывали и своих девочек, да? Экспериментировали над ними И бабушку не подпускали И хотели делать мне нагрузку какую-то Мне скажут, вот будешь там варить, да кормить, да глядеть за ним Ира у меня, у нас и Люда, наверное, была, с Людочкой были они А он три раза на день прибежит на мотоцикле, проверит, как у нее тут Я хочу про хозяйство-то сказать Вообще-то, конечно, мы живем же в разных селах И хозяйством трудно друг другу помогать Но, тем не менее, поддержка семьи, вот, мамы, отца, она очень велика Потому что были трудные годы, прямо скажем Зарплату обоим не платили И если бы не семья, достаточно тяжело бы было То есть 90-е годы, мы помним, когда выдавали просроченной тушенкой И чем только не выдавали Книжками, чем угодно, там, колбасой какой-то и так дальше И то выдавали, не выдавали То есть родители помогали, что называется, вот этим самым продуктовым пайком Содержали практически, да, в этом плане Какое хозяйство у вас в 90-е годы было? Четыре коровы, четыре теленка, четыре подростка Еще и Людмила училась уже То есть им надо было помогать, она в Красноярске, сестра, да Две маленькие, опять ребеночек Ребеночек и муж, вот тяжеловато, то есть То есть, по сути, ваше натуральное хозяйство спасло три семьи Три семьи Да И вы подняли четырех внуков Вот Двух девочек и двух мальчиков Как историк Спасибо вам огромное за это Знаю, что вы тоже держите хозяйство Какое у вас хозяйство? Кот Да, самый большой, да Вот, и поросенок И огород Ну огород, да, но огород как-то на мне меньше В деревне без этого просто нельзя, потому что материально невозможно Или в этой деревне без этого нельзя, потому что не поймет народ И будет считать бездельниками, там, белоручками и так далее Как руку на сердце сразу Значит так, я вообще считаю Почему-то, во-первых, мне жену жалко Ну то есть коровы, это все, это грубки, грубеют Это зачем это? И это не спать утром, это, в общем, это очень большие хлопоты Ну и себя тоже там же, конечно А вторая такая у меня как-то сложилась вещь Со временем она сложилась Что нужно учителю все-таки заниматься больше Вообще нужно жить профессиональным своим заработком Не коровами, не гусями, ничем А вот как-то искать Если тебя учили на учителя, а вот и зарабатывает И, кроме того, это очень много времени отнимает В общем, хозяйство тебя привязывает Это на курсы ты не съездишь путем Ну то есть как там, чего там и так дальше Не самоподготовка, не почитать И поэтому я считаю, для себя решил, что я лучше Что я лучше буду поддержать по минимуму Из этого вот получается, что просят Они меньше всего требуют внимания Ну и пусть живут как бы И младшая дочь тоже учится в педуниверситете Старшая уже отучилась и уже преподает Вы так полюбили своих родителей в их профессии, что решили повторить их профессиональный карьерный рост Или что? Тут несколько факторов сработало, что называется Во-первых, ну безусловно, это пример родителей Во-вторых, у меня была прекрасная учительница, филолог, русский язык и литературу преподавала Ирина Анатольевна Волдырева Вот, ей большое спасибо Это в каком поселке? В Привеченск, где я жила и училась, в общем-то Вот пример семьи и пример, собственно, учителя, классного руководителя Более того, она была моей любимой учительницей в школе Вот, вот так вот все А вы с Ларисой в университете встретились, познакомились, да? В экспедиции Ну, она моложе меня Вот, а я в экспедицию ездил около 10 лет А сколько у вас было парней на ИСТФАКе? Треть Значит, Ларисе повезло У нее надо спрашивать Люди одной профессии, муж и жена одной профессии Это полка двух концов Бывают великолепные и счастливые семьи А бывают наоборот Настолько надоедают друг другу Дома, работе, на работе, работе Вот, все-таки, секрет вашего супружеского счастья Во-первых, квартира большая, ездит разойтись, если ошибка А во-вторых, в общем-то, собственно говоря Не бы хотелось подчеркнуть, что вот эта экспедиционная закваска Она очень такая качественная Там она людей отбирает В суровых условиях жизни очень трудно выжить людям, которые Как-то, так сказать, неуживчивы или еще что-то Поэтому, почему бы не поговорить о работе? Тем более, проблемы они, как сказать, животрепещущие Ей надо что-то, может быть, вот обсудить А с кем? А для чего тогда мы вместе живем? Поэтому это нормально все? Нет, это нет Это не напрягает Давайте мы сейчас попытаемся вместе с вами Понять, что такое сельская интеллигенция Вот вы себя относите к сельской интеллигенции? Я к старшему поколению обращаюсь Нет Почему? Как? Если я рабочая, как я могу быть интеллигенцией? Ну, как я могу интеллигенцией быть? У меня образования нет, ничего У меня такая работа, что профессия бери больше, тащи дальше Михаил Сидорович, вы? Конечно, тоже так же Деревня, деревня есть деревня А сына своего считаете представителем сельской интеллигенции? Да Внучку, невестку Разумеется Так а что для вас? Они грамотные люди А мы, что, неграмотные Что образование, у меня 4 класса Ну, так на тракторе, как пошел на трактор, так и на пенсию ушел с трактора Они лукавят немножко, я все-таки заступлюсь Отец с Урала, он приехал сюда на целину, поднимать целину То есть это не просто так, это уже подвиг А с другой стороны, они перечитали все книжки в библиотеке Я им вожу из Приреченска То есть вот вроде бы у них по профессии, по социальному такому, если подходить к социологическим подходам Да, из рабочих в основном, но они читают, очень много читают Очень много читают Да, они стоят на месте в плане интересов Все-таки, чего вы ожидаете в профессии для себя? Как человек, который не успокаивается, участвует во множестве конкурсов, побеждает в них С точки зрения педагогики, это точно правильно, что нужно ставить длительные цели А иначе, так сказать, неинтересно жить Вот, и то, что было, оно было Вот мне кажется, что все-таки не всегда заслужено, может быть, как-то так Может быть, есть такая штука, как удача Потому что у нас очень много прекрасных учителей С другой стороны, надо же делиться опытом Если этот опыт замечают и происходит некая такая независимая экспертная оценка учительского сообщества Это же тоже, собственно говоря, стимулирует и дальше чем-то заниматься Но самый ваш высокий, значительный профессиональный успех? Если говорить об этом, то я очень горжусь этим Мы с ребятами, у нас сделали большое важное дело Они уже выпущены, эти ученики, прошлый год Мы около полутора лет работали над тем, чтобы узнать, что за люди, имена на памятнике в нашем селе Это как раз было годовщина к победе, юбилей И мы вот что могли, мы достали Это было 64 человека И вот мы попытались про них просто рассказать Чтобы за каждым именем стал человек Да, не просто вот это вот, что имя, имя Что за имя, там даже вот Ельцин, например, кто он, откуда Или там вроде бы на слуху такая фамилия, да, там и много таких То есть это земляки, которые ушли и не вернулись Да, оказалось, что многие-то и не земляки, там всякие были люди Кто-то погиб в концлагере, кто-то пропал без вести, кого-то убили В общем, подробности Родственники нашлись Да, это был интернет-конкурс Забытый памятник незабытой войны, всероссийский Мы там стали дипломантами, в общем-то, есть публикация в истории, преподавания истории в школе То есть это вот такое-такое, достаточно с разных сторон оценили это Это было важно Мы, когда был митинг 9 мая, вывесили эти все листы, вот, обратились к родственникам, нашли там, раздали информацию Для многих это было открытие Не хлебом единым, но и хлебом тоже живет человек, а уж тем более семья Стол, общее чаепитие, обеды, праздничные ужины, они объединяют семью Что любят ваши дети, ваш зять, ваша невестка, ваши внуки больше всего? Они любят вареники с картошкой, с постным маслом, с чесноком Мы едим редко Почему? Учительская профессия не позволяет чеснок, что-то Вот ютю Ну, на праздники там Да, тайком Морщ любят Как часто собираются все у вас здесь? Ну, когда дочь вот приедет, этот уже как-то, коли выбирает время С дочкой подальше живет Раз в году Ага, тогда уже они приезжают, если внучки у меня дома тут, им все собираемся все Николай Николаевич, у вас дома вот три красавицы Вы один, все кулинарят девчонки? И мальчишки тоже все кулинарят Конечно, а как же? А как же? Я вообще считаю, что мужчина должен уметь делать все Он не обязан это делать, а уметь он должен делать все А что вы умеете лучше всего из еды? Лазонью Нет, ну, те же вареники, те же блины, ради бога Ну, оладушки, на скорую руку, что там Ну, картошку уж там в любом виде, понятно Мясо, да Понятно То есть с голоду не умрете? Да зачем? Фаршированные блины от Ирины и Датчиковой Сначала выпечь блины У каждой хозяйки свой любимый рецепт Мелко порубить ветчину, натереть сыр, смешать начинку и завернуть ее в блин Затем сложить фаршированные блины в форму или сковородку и запечь в духовке в течение 10 минут Приятного аппетита! С вашей точки зрения, счастливая семья – это? Отец всегда говорил, основное в жизни – это любовь И вся деревня говорит из его слова Самое главное – любовь И она всегда была, всегда в вашей семье была? Живем дружно, все нормально Ну, конечно, надо где-то терпение, все-таки Вот, и не гайчиться Да, и уважение Уважение – это прежде всего Другой человек с тобой рядом, доверился И что скажет младшее поколение? Младшее поколение? В тупике младшее поколение Я пока только ориентируюсь на свою семью Могу сказать и семью своих бабушки и дедушки Да, ну, конечно же, взаимопонимание в первую очередь Любовь, безусловно, каждому члену семьи Потому что, как сказать, разумом человеку любить сложно Надо любить сердцем, иначе это уже, как это сказать, оценочный какой-то компонент подключается Ну, безусловно, уважение Спасибо большое, счастья, любви, здоровья и уважения Вашей большой дружной семье И традиционно наш подарок на память Я не знаю, где вы оставите В какой из ваших трех семей Где вы чаще всего собираетесь Вот такая вот тарелка, как символ Семейного благополучия С логотипами нашей программы Пусть эта тарелка всегда будет полной Вашей семье Спасибо Вам спасибо большое Спасибо Всего вам доброго Спасибо 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 Спасибо